Видео создано при поддержке группы обзоры онлайн. Отдельное спасибо всем репостинувшим предыдущие видео. Я вернулся и готов снова начать работать. И у меня наконец-таки дошли руки до игры под названием M Not A Monster. О чем она, чем она меня привлекла и стоит ли она своих денег, давайте обо всем поподробнее. Игра представляет из себя помесь подшаговой стратегии и мафии. Ну, той, которая с картами, взаимным обманом и тому подобное. Все это замешано на ретро-футуристическом стиле и онлайне. Надо сказать, сочетание получилось весьма неплохое, но давайте обо всем по порядку. В игре есть три режима, на каждой из них, к сожалению, пока только по одной карте. На карте высаживается команда из шести человек, если человек не хватает, то добавляются боты. И двое из играющих становятся загнаскированными инопланетянами. Задача обычных героев, истребить инопланетян и спасти гражданское население, либо просто истребить всех инопланетян. Задача самих же мерзких ксеносов – заразить как можно больше людей и убить всех героев. Людей, как вы могли уже понять, больше, плюс у них есть спецспособности. Они могут комбинировать предметы из правой и левой руки для создания какой-либо мощной лечилки, либо оружия. С другой стороны, героям мешает туман войны, так как они не видят ничего, кроме того, что видит их собственный персонаж. Монстр же видит то, что видят другие монстры, плюс они чувствуют гражданский персонал через стены. Плюс монстру не обязательно снимать маскировку, чтобы атаковать кого-либо. Однако, следует помнить, что не каждое оружие может убиться на воду ударов, поэтому рекомендуется обвинить сначала свою жертву в том, что монстр вот именно он, после чего уже спокойненько атаковать, хотя тут уже может не прокатить. Следует все-таки думать головой и выбирать момент. Играя же за героя, следует постоянно лежать уху востро. Но если вы будете параноидально носиться за одним и тем же персонажем, то он может подумать, что монстры это вы, и вас начнут атаковать все окружающие, ну и монстры заодно. Погибшие герои зарождаются за счет гражданских, а монстры за счет зараженных гражданских. Вторым следует, соответственно, быть в начале раунда более осторожным, и заразить двух-трех гражданских под запас. Хотя в одном из режимов часть гражданских уже изначально заражена, но все-таки. Боевая система, хоть пусть это четочку сыровата, но, как по мне, довольно неплоха. Время на планирование здесь отведено довольно немного, но его хватает. Плюс его дается ровно столько, чтобы успеть сообразить, что делать, и при этом не затягивать раунд из-за какой-нибудь затупки. Также решена такая проблема в балансе в пошаговых играх, как преимущество первого хода. Здесь персонажи действуют одновременно друг с другом. То есть, если два персонажа атакуют друг друга, они оба стреляют, получают урон, и смерть от потери здоровья засчитывается только под конец раунда. Лично мне это показалось весьма и весьма неплохим решением. А вот что огорчает, так это довольно тухло онлайн. Иногда не найдешь ни одного живого игрока, и можно прогреть весь матч с ботами. Поэтому я рекомендую брать игру не одному, а еще подбивать надо друзей. Ну или же пройти на Дискорд и набирать пати там. Кстати, я ожидал, что в игре будет намного больше англоязычных игроков, так как подобный ретро-футуристический дизайн, дизайн такой старой научной космической фантастики, у них довольно популярен. Некоторые персонажи даже чем-то похожи на персонажа из Стартрека, хотя вот я не фанат, никогда бы не смотрел, поэтому могу и ошибаться. Но внешний оскосок, по-моему, все-таки какой-то есть. Плюс языковой барьер здесь мешается не сильно, так как есть специально горячие фразы, которые уже и придены на все языки. Единственное, я бы прикрыл разработчикам в плане обучения показывать игрокам еще как их вызывать, потому что лично я долго тыркался на угадку, пока не понял, что они вызываются зажатием правой клавиши мыши. То же самое про обычный чат, то как его вызывать, и вообще функции общения лучше тоже показывать в обучении, а не только базовой механики. Потому что о них можно просто не догадываться и обнаживать к середине матча, что игроки как-то общаются между собой с помощью быстрых фраз, а ты не знаешь, как их вызвать. В общем и целом, игра весьма неплоха. Но единственное, что может оттолкнуть, это довольно слабый онлайн на данный момент. Так что, еще раз повторюсь, если хотите покупать, то лучше заранее подъщите себе компанию или же подбейте двух-трех друзей на покупку этой игры. Оно, как по мне, того стоит. А на сегодня у меня все. Все жалобы, замечания и предложения, как всегда, засуньте в комментарии. Всем пока и не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok